Всем привет! Это снова Оля и подключение из Северной Каролины. У меня несколько человек у нас спросило, сколько же мы зарабатываем и сколько мы тратим за месяц. Интересный вопрос, конечно. Я как раз на прошлой неделе подключилась к курсу Excel, и там было задание посчитать свой бюджет так, что совпало. И я решила, давайте запишем действительно, сколько мы тратим, сколько мы получаем. Итак, вводная информация. Я не работаю в сфере IT, моя профессия лингвист-переводчик, поэтому все, что я могу делать, это говорить на нескольких разных языках, что в нашей эре в принципе не нужно, потому что это деревня. И какой язык это? Английский, русский, немецкий? Мы неправильно выбрали профессию. Так, поэтому здесь я работаю на заводе. Пока что у меня, допустим, я не могу устроиться в административные какие-нибудь, в офисы, потому что их тут не так много, предложений мало, и у нас на заводе даже появляются периодически люди с экономическим образованием, каким-то еще, потому что они потеряли работу, им сейчас надо хотя бы как-то payday abils. И, ну, так вот. Так, а на заводе работа всегда есть. Итак, давайте начнем с доходов. Первая степень от доходов, которая у нас есть, это зарплата. Моя зарплата это 15 долларов в час. 14,50, насколько я помню. 14 долларов 50 центов в час. У мужа примерно то же самое, на 1 доллар больше, потому что у него начинают смены, 15,50. Но это, в принципе, средняя зарплата на всякие assemble lines, на заводы, где что-то сборка, чего-то такое. Если вы пойдете работать, допустим, в KFC, у них зарплата 12 долларов в час. Ну, у всех, которые, кстати, еда, рестораны, вообще, ну, у них зарплата меньше, потому что, типа, как бы, чаевые. Ну, не знаю, как часто там кто-то оставляет, не знаю, я не знаю, не так часто там бывает. Так. Высшая зарплата тоже есть, я вижу тут до 19, но там все-таки обычно нужен уже опыт, что-то такое. Можно куда-то ехать в города побольше, например, в ту же Шарлотт. Там на assemble lines уже тоже на заводы, там зарплата чуть повыше, то есть у меня 15, а там где-то, может быть, 17-18 долларов в час. Умножаем на 40 часов в неделю, уже получается сумма побольше, но надо ехать на машине туда минут 30, обратно минут 30 каждый день. Я пока что еще не умею водить машину, поэтому не рассматриваю еще эти варианты. Дальше. Итак, как посчитать свою зарплату? Зарплата выплачивается каждую неделю по пятницам у меня, ну, я прикреплю свой пейстап, не пейчек. Пейчек это где вам написано, сколько вам выплатили, вы обналичиваете все. А пейстап показывает информацию о том, сколько часов вы проработали. Допустим, я работаю в понедельник-вторник-среда по 12 часов, выходит 36 дней, 36 часов. Это считается по тарифу 36 умножить на 14.5, правильно? 14 долларов сфольный. Но потом мы работаем в четверг, тоже 12 часов. Вот здесь уже интереснее, потому что четверг у нас 4 часа идет по той же ставке, потому что у нас уже 40 часов в неделю. У ставки обычной. А все, что выше обычной, оплачивается лучше. Там у меня в пейстайле видно 21, чем это там. То есть это 1, умножаем зарплату на 1.5. Но это как рассчитывать? То есть если у вас овертайм, он вообще будет заплачиваться лучше. И так, то есть я обычно в неделю работаю как раз в 36. Даже 4. У нас 4 рабочих дня, хотя они у нас сейчас могут закрыть, если там что-то не хватает заказов. Но пока такого не было. Нет, было 2 дня, потому что были выходные недели, там праздники, Mother's Day. Теперь там еще какой-то день, выходных было много. У меня 2 недели были очень грустные по эстабе. По 600 долларов за неделю. А так, в стандартную неделю у меня 800 чем-то там долларов уходит. Потому что у меня 4 дня по 12 часов. И я могу выйти в волонтир в пятницу. Волонтир, то есть добровольцы, кто хочет пойти работать. Это не бесплатная работа. Можно, конечно, пойти в волонтир, где-то в музей, по-моему, волонтир. То есть устраивает, где-то можно пойти и устроить. Ну и там вообще чем-то забор на бурно. Но у нас волонтир означает, что мы идем работать именно добровольно. Что у нас не принуждает завод работать. Это как бы хотите, приходите еще дополнительно поработать, но по высокой ставке. И я хожу на 8 часов, то есть с утра до 2 часов. И если вдруг уже свободно гуляем. Так, ну и в такие недели у меня получается 800 чем-то там долларов в неделю. И так, умножаем все это на 4. 4 в месяц получается 2 с половиной тысячи долларов. Потому что в Paystable вы видите, что у меня еще минус Federal Tax, минус, что-то там у нас, какие-то еще там налоги. То есть все эти налоги, все вычитаются. Это я работаю и оплачиваю налоги по системе W2. И мы плавно переходим к второй части, куда мы тратим деньги. Тратим мы не так много, потому что зарабатываем не так много, и потому что мы хотим накопить денег на первоначальный взнос на ипотеку. Через год, я так полагаю, мы ее накопим. Ну, по нашим расчетам. Итак, у нас есть, у меня, это моя зарплата, 2500, допустим, в месяц. Еще у моего мужа тоже есть такая же зарплата. Примерно. Так, наш основной, первый наш источник, куда мы тратим, это аренда за квартиру. Rentals. И это сейчас очень много. Это реально много. Мы нашли вот этот апартмент комплекс, 1150 долларов в месяц. И это не самый дорогой и не самый дешевый. Мы находили дешевле за 850 в нашей эре. Если вы хотите поискать, даже вот пока вы где-то там еще не переехали, вы можете открыть любой сайт. Во-первых, для зарплаты вы открываете типа indeed.com. Я там подавалась, но... Кстати, я там же и нашла действительно работу. Ну да, по-моему, я через него нашла. Да, я через него нашла. Там зарплаты реальные. То есть то, что я вижу там. Многие предложения по работе без зарплат. Но многие имеют указания, сколько будет. Там, допустим, я на прошлой неделе ходила на собеседование от teacher assistant в садик. Там не нужно никакого спецобразования. Спецкурсы они уже дают. Ну там, как оказание первой медицинской помощи, спецкурс нужен. Они могут запросить, что если у вас есть, это будет бонусом. Если нет, то все равно вы его первую неделю возьмете, проходите там всего несколько... Там два дня и все, и он получен у вас, этот сертификат. Зарплата, как у них было указано, 12-17, в зависимости от вашего опыта. Я сказала, что сейчас я получаю 15-14-15. Хотелось бы получать так же 14-15, если возможно. Они мне так как-нибудь перезвонили. У меня нет опыта работы в садике. Я как-то не очень хотела бы. Видимо, у меня было очень испуганное лицо. Потому что там реально садик – это дети с трех месяцев. Ну и дальше. То есть там группы уже такие дошкольного, но они меньше. Там максимальное количество детей в этом садике, частный садик – 13 человек в группе. А вот эти лялечки, там их 3-4. Максимум 5, но сейчас у них их 3. Вот. Ну, это по зарплатам. То есть там можно пойти посмотреть. Чтобы посмотреть, сколько стоит жилье в вашем районе, вы можете пойти на тот же, например, Зилу. Да даже можно без Зилу. Заходите в Google Maps, вбиваете «апартмент комплекс near me» в вашей арии. У вас там сразу карта открывается. Я попробую сейчас сделать эту же процедуру. Открывается карта. Вы видите все некоторые апартмент комплексы. Тыкайте любой из них. Открывайте больше информации. Там Google показывает их веб-сайт. Тыкайте на веб-сайт апартмент комплексов. Любой. И вы видите предложение апартмент комплекса. О том, какие у них планировки комнат. О том, какие у них условия заселения. Там, допустим, сейчас бонус у многих. Минус 250 долларов на первые 2 месяца. Кстати, мы также заехали. У нас было минус 333 доллара на первые 3 месяца. То есть они предлагали бонус 1000 долларов. И этот бонус разделили на 3 месяца. Сейчас мы платим полную сумму, а первые 3 месяца у нас было дешевле. За 800 долларов. Так. Ну, у нас оплата 1250. Мы видели апартмент комплекс в центре там за 850. Но говорят, там еще не благополучный район. Я там видела много испанцев. Не знаю. Нормальный район как район, подумаешь. Как будто там... Все равно вы людей фактически не видите. Все на машинах сели, уехали. Сели, уехали. А там можно было в пешей доступности пройти куда-нибудь... Там все магазины крупные, торговый центр. Там можно реально пешком туда дойти. От нашего места. Мне надо минут 30 ехать на велосипеде до того района. Автобусы есть, но они плохо ходят. То есть раз в час автобус. Ну, как бы можно посидеть. Я еще чуть ни разу не пробовала. Ну, окей. Ну, сяду я на автобусы. Плачу доллар 25 центов. Итак, вот мы выбрали апартамент комплекс. А, мы еще один смотрели за 1450. Но у меня где-то было видео про это. Пам с бассейном было. И это основной... Основной наш источник расходов. Следующий у нас... Кроме вот этой суммы 1250 мы еще туда накидываем где-то долларов 200-250 на свет, газ, воду, мусор, комьюнити фи, комьюнити фи. Они будут указаны в договоре. То есть вот эта сумма плюс добавляется туда. Ну, где-то примерно 20-40 долларов на свет, воду, газ. На каждый из них получается, ну, я так округляю, получается где-то 200-220 долларов у меня, по-моему, в этом месяце было. Не помню. Я за газ заплатить забыла в прошлом месяце. У меня получилось 60 в этом. Так. Следующий источник крупных расходов это insurance. Вы знаете, у нас medical system, Medicare system в Америке платные. Бесплатная, бесплатная insurance, бесплатная страховка. Есть ситуации, когда у вас есть гражданство, и у вас как бы очень-очень-очень плохо с доходами. То есть вы безработный негр. Не хочу говорить негр. Но это как бы домовского институация, наиболее распространенная. Очень много безработных, они как бы и не парятся, потому что у них есть Medicaid, он им оплачивается государством. Допустим, дети, они до 21 года тоже бесплатная страховка у них, покрывают все. То есть мы ребенку уже сделали зубки. Я не знаю, там кто-то даже писал в чате, что даже если эти ставить скобы выравнивающие, если вы правильно найдете донтиста, он вам оформит это как вот ортодонт или что-то такое, что типа это можно покрыть страховкой Medicaid, бесплатно сделать ребенку. Там, если у вас проблемы с зубами, не переделать ту старую, у которой у вас запросили. Если ребенок уже с, и они хотят это, они будут заново ее делать. Поэтому, ну, реальный случай есть, то есть можно это сделать. Мы взрослые, мы не подходим, тем более мы не граждане. У нас Green Card, мы Green Card Holders, мы под эту категорию не подходим. То есть мы не можем получать бесплатную страховку. Хотя кто-то говорил, что они смогли как-то оформить ее при приезде, тоже сделали себе вот зубы бесплатно, все, не знаю. Может быть в разных штатах по-разному, кстати, вполне возможно, потому что это действительно каждый штат думает по-своему. Мы подавали в Social Security Office документы, то есть они там все просмотрели, девочка сказала, окей, все хорошо. Потом кто-то там рассматривает, и мне приходит отказ от кассы, потому что нет, вы not eligible for insurance, Medicaid. Все. Ну, я через Marketplace подала, и опять же, это за того, что у нас доход на семью меньше 60 долларов, 60 тысяч долларов в год, у меня есть субсидия от государства. То есть когда вы оформляете insurance, у вас это субсидия выходит, и часть моей страховки оплачивает государство. Там, в принципе, практически полное покрытие. Можно было бы так тыкнуть и платить долларов 25-30. То есть я плачу 250 за двоих, family coverage. Если вы одинокий человек, и у вас без семьи, то у вас будет дороже. Семейно будет дешевле. То есть если бы я оформляла на одного человека, у меня тоже было бы около 200 долларов. И на двоих 225. Но я так подозреваю, что часть этой суммы мне еще вернется после уплаты налогов, после заполнения декларации в декабре. Вполне возможно. Оно все вернется мне. Ищут какую-то компенсацию за детей. Мне тоже могут выплатить. Но это мы узнаем в январе. Посмотрим. Ну, я пока что так в нее верю. Будет такой подарок на Новый год. На после Нового года. Так, это rental insurance. Следующее, это еда, наверное, да? Еда. Вы увидели, наверное, что у меня было видео про EBT cards. Это как food stamps еще называется в Америке, где мы первый месяц приехали. У нас не было никакой зарплаты, не было работы. Мы подали social security office. Нам выдали такую карточку. Я уже видео про это делала. У меня на карточке было 500 долларов в месяц. 500 с чем-то там долларов. Сейчас мы, опять, как только я устроилась на работу, мы принесли paystab туда, в этот офис. Они нам пересчитали. И у меня теперь на этой же карточке все равно остается что-то 117 долларов в месяц. Мне перечисляют еще. То есть государство так вот. Ну, 117 долларов, это как раз один раз сходить в Walmart. Примерно. 1-2. В среднем мы, вот, мы ходим в Walmart. Я прикреплю чек. Я прикреплю чек. Ну, на этом 75 долларов. Up total 75. 14. Я отдельно его сделаю в видео, прикреплю. И, допустим, в среднем мы ездим в Walmart дважды в неделю. Может быть, долларов 40. Второй раз 100. Ну, среднестатистически. Смотря куда. Ну, 140 в неделю. Да, 75-75 так же. Что тут? По ценам вы можете открыть сайт Walmart и посмотреть. Мы не ездим в Коско. Коско у нас далековато. Ну, как, минут 40 ехать. 35-40. Да, 35 минут ехать мы можем. Ну, как бы, хотим поехать туда. Потому что интересно. Это wholesale. То есть там большими пакеджами все продается. Упаковками большими. И дешевле. Ну, надо один раз съездить, посмотреть. Чисто, может быть, действительно и выгоднее так. Ну, мы когда первые разы приезжали в Walmart, тоже большие пачки. Все. То есть family pack. То есть можно купить макароны одну пачечку, а можно family pack. И там будет 4-5 упакованных уже в коробочку. Яйца я покупаю по 36 штук сейчас. Они не по 10. Как в начале. Поэтому первые чеки у нас были по 40 долларов. Сейчас они у нас больше и больше. Потому что я покупаю за раз. И оно лежит дома в холодильнике. Не портится, я надеюсь. Мы, в общем-то, все съедаем. Еду мы не выкидываем. Дальше у нас, допустим, мы тратим на что? Ну, на одежду. Мы покупали, например, кроссовки. В том же Walmart можно покупать. Там часто устраивают. Есть обычные полки, а есть раз такой clearance. То есть я себе купила так кроссовочки. Они были что-то там за меньше 20 долларов. Я потом нашла эти же кроссовки на сайте их производителя. Там они были 45 долларов. Я понимаю, что это не Nike, что на них нельзя ходить в горы. Но я не хожу в горы. Это для ежедневной тусовки по городу. Куда-то ходить, на работу может быть. Для этого такие кроссовки вполне себе отличные. Они удобные, они красивые. Как бы мне понравились. Пойдет. Мне удобно. Я искала каким-нибудь сеточкой. Эти оказались не очень дышащие. Потому что жарко. На работе мне нужен закрытый тоуз. Носочки, пальчики, ног должны быть закрыты. Это требование во многих местах работы. Если вы работаете где-нибудь на, как сказать, с коробками, с тяжелым чем-нибудь на заводе, то там даже может быть металлический носок. Например, Амазон. Если кто-то работает на Амазоне, то там должна быть металлическая вставка на носке. То есть большие тяжелые ботинки. Но Амазон оплачивает эти ботинки. Либо они их сами вам выдадут, либо вы купите, приносите чек, вам его компенсируют. И такие ботинки носятся. Но у нас нет требования такого. Но опять же, в сандаликах нельзя ходить. Что обидно, потому что жарко. И поэтому я искала что-нибудь, чтобы было закрыто, но пропускался воздух. Я поэтому нашла скетчерс. Мне все девчонки на работе сказали, вау, это хорошая компания, они очень удобные. И кто-то из девчонок тоже мне спросил, где я купила. Я уже видела, они купили, мне похвастались. Смотри, у меня такие же ботинки я купила. Они удобные, их можно стирать в машинке. У нас нет машинки, я стираю в бедре. Положила, замочила на ночь. Удобно. Они реально стираются, дышатся. Я их купила за 26 долларов. Потому что я их покупала не в каком-то фирменном магазине. Можно найти магазины типа Гейбс. Как они называются? Есть категория магазинов. Я потом вспомню слово и допишу. И вот в таких магазинах очень удобно. То есть там ничего не просрочит. Там может быть еда, одежда разных фирм. И качественная, нормальная одежда. Но она идет на сейл с большими скидками в 2-3 раза дешевле, чем, допустим, в тот же Nike я пойду. Я там тайм, кроссовки 100 долларов и выше. А если их завезут в Гейбс, то они могут оказаться и за 50 долларов вполне. Это ботиночки. То же самое джинсы. Но джинсы 10, 11, 15 долларов. Можно идти дороже, пожалуйста, на здоровье. Зачем? Я нашла себе классик джинс. Обычные в детском отделе. Я потом сделаю видео. Если у вас размеры. Мне все говорили, зачем? Не покупай себе одежду. Ой, не берите с собой одежду. Все говорят, только один комплект. Потом купите все. Если вы вдруг носите размер 44-46 в России, в Гелоруссии, в Украине, где вы там есть, не верьте никому. Берите одежду с собой. Как минимум на первый месяц, после того, как вы оглядитесь, осмотритесь, поймете, что здесь очень много одежды размеров 46-48-50 и выше-выше. Там все. Все для вас. Как только вы маленького роста и маленького размера с маленькой попой, у вас все будет висеть мешком. На мою попу ничего не вот так, чтобы красиво сидело, такого не бывает. Я два месяца искала джинсы. Я также их искала, когда мы первый раз приехали в студенчестве по Work and Travel. Мы также, поверьте нашим преподавателям, поехали без джинс. Тоже после месяца поисков уже в каком-то магазине, где вот дискаунт, дискаунтер. Магазины в них дешевле. И я в них как раз нашла какие-то старые коллекции. То есть туда сбрасывают то, что не продалось где-то, не продалось, не было продано в предыдущий год в других магазинах ферменных. И они туда скидывают. И как раз мои размеры там чаще всего бывают, потому что их не купили. Либо я смотрю детские отделы. Ну, как бы детские отделы. Они тут со всякими бабочками. Вот и футболка у меня из детского отдела. Girl. Ну, она приталенная. Потому что я на этом купила S. Она вот висит мешком на мне. Это S называется. Нет. Я пробовала сайз. Но Zero Petite тоже на мне висит. Ну, вот как-то так. Поэтому не верьте никому, что одежду не надо брать с собой. Чуть-чуть, хотя бы две на смену на первые два месяца, чтобы у вас что-то было. Потом, да, потом найдете, осмотритесь. Но в первый месяц реально невозможно. Ну, может быть, кому-то и повезет. Так. Что у нас еще? Куда еще мы тратим? На бензин. Бензин стоит 3 доллара у нас. Был там 2,90. 2,80 был какое-то время. Сейчас 3,09. Цены каждый день прыгают. Мы покупаем возле Walmart, заправляемся. Там дешевле. Потому что с 7-11 там дороже. У Костка дешевле. Но мы туда не доехали, естественно. Я уже говорила. Там, допустим, у Walmart 3,19 сейчас. У Костка сейчас 3,07. Я смотрела на их сайте. Разные штаты, цены разные. Поэтому, смотря, куда вы едете, смотрите. Открывайте сайт Костка и смотрите. Вот и все. Там есть все эти цены. Можно посмотреть. Куда еще? Куда еще мы ездим? Ну, допустим, мы вчера ездили на пляж, в парк. Там въезд платный. 15 долларов въезд. В музей я ходила 7 долларов. Ну, вот и все. В среднем я получила 2500. У меня 2200. Как говорит из банков Америка. 2200 я потратила в месяц. Я там что-то заказываю через интернет. Что-то еще как-то. Вот и все. Да? Да. То есть у меня получается откладывать 500 долларов. Меньше. Меньше, чем 500. Ну, где-то 500 долларов в месяц, если у меня будет больше зарплата. В мае у меня был очень-очень маленький. И плюс муж. Он редко платит. То есть в основном мы платим. Вот я оплачиваю. Его зарплата уходит на сейвинг-аккаунт. Мы ее откладываем на то, чтобы внести деньги на депозит. На депозит, чтобы потом оформить моргич. Ну, так. Хотя он тоже оплачивает. Поэтому какая-то часть еды на нем, какая-то часть на мне. Когда-то он будет в магазин без нас. Такие дела. А теперь расскажите мне, сколько вы тратите в месяц. Потому что некоторые удивлялись, что я, например, мы как-то примерно жили на такую же зарплату. Моя зарплата в России была 60-70 тысяч. Ну, 70. Ну, чаще 60. В среднем 60 последний год. До этого у меня она была 50. До этого еще 40. Максимально вот как раз перед отъездом уже у меня было 60. И на эти 60 тысяч я могла отлично жить. Я оплачивала коммуналку, еду. И две трети зарплаты я еще тысяч 30-40 иногда умудрялась откладывать. Поехала в Турцию. Поэтому прошлый год, когда мы ездили в Грузию, потом в Белоруссию, потом куда мы еще там ездили. И хотел сказать Бешкек. Нет, не Бешкек. Мы планировали через Бешкек лететь, но не полетели. Баку. Да? В Баку мы были. Куда были дешевле билеты, так и полетели. И как бы вот. При этом мы не получали никаких extremely high salaries. У нас обычные зарплаты. Мы вполне себе. Мы не тратили те деньги, которые мы остались у нас с продажи дома, с продажей машины в России. То есть мы жили на свою зарплату. Кто как может, понимаете? И кто-то хочет ходить каждый день в рестораны и заказывать пиццу. Мы заказывали пиццу, может быть, раз, два, три, ну, три раза за прошлый месяц. Ресторанов тут особо нет. Тут есть в основном мексиканские рестораны. С детьми мы туда как бы даже не суемся. Потому что мы подозреваем, что детям не понравится. А может и понравится. Кто ее знает, мы пока еще не пробовали. Что-то надо как-то собраться и сходить, но мы пока не сходили. Ну, опять же, я смотрела отзывы, там, средний чек будет, ну, 50 долларов, 60 долларов в ресторан за кафе. Так вот. Какие еще вопросы у вас будут по этому поводу? Реально можете написать мне, сколько вы получаете и сколько вы тратите в месяц. Сравним разные регионы России, Америки, другие страны. Потому что вы мне задаете этот вопрос, а я к нему не была готова. Как на него ответить? Я не делаю этих расчетов. Но я посмотрела, да, у меня остались деньги. Окей, отлично. Ну, как-то так. Я умею рассчитывать. Я понимаю, сколько у меня остается, сколько мне надо потратить, сколько я не могу. Допустим, я знаю, что вот это я не могу купить, потому что у меня нет таких денег. Мы, опять же, мы не покупаем мебель, то есть мебель, все дорогие покупки у нас уже были сделаны ранее. Это было у нас. У меня там было одно видео, я сейчас ссылочку скину. Ну, все. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Пишите письма.